здравствуйте друзья у нас портнов компьютер скул десант десант направление русского магазина мы будем высаживаться магазин называется самовар можете погуглить но вот тема какая у меня тут сознание возникло от нас софия там у нас анна леонидовна как это ее там назвали огненная блондинка на руб солнечное 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 и вот такой вопрос русский магазин и жизнь в америке вот как сказать давайте я начну может быть когда мы только приехали мы жили в сан-франциско приехали мы в декабре 90-го года и у нас на сказать настолько не было денег что если только кто-то помнит 90 и там да ты может быть вот вот настолько не было денег короче не было совсем и мы не могли себе ничего позволить такого но однажды там пришла какая-то женщина в гости и она принесла банку икры как она помните в кабачковой кабачковой икры сделаны где-то в молдавии мы так накинулись потом изжога была я в америке два раза у меня была изжога за это время вот за эти 30 лет почти один раз вот этой кабачковой икры другой раз мы пошли в польский ресторан и съели там чего-то не помню чего в общем такой русского типа еду но не внесут так вот и был там где мы жили был какой-то маленький русский магазин размером с два моих автомобиля внутри там он даже не было русским и там был какой-то старый польский еврей и потом у него какие-то русские перекупили году в девяносто первом втором он стал такой более русский все товары там были либо из польши ну такие наши товары да либо они были из польши либо из болгарии какая-нибудь брынза либо из греции там что-нибудь такое там тоже там какая-то халва брэнс там такого плана вещи были колбасы были какие-нибудь я даже не знаю откуда они были ирландские итальянские типа вот такого стиля ли вы помните да это вы жили сан-франциско жили конечно вот на гире очень вкусные сосиски но у меня сосиски денег не был нет но потом стало много русских магазинов но я хочу сказать что собственно и тогда было может быть три или четыре и магазин миши и ноны у нас про них есть видео там даже два как мы в магазине у миши но это потрясающая история если вы если вы не видели этого видео я ссылку дам внизу вообще-то это нечто туда можно было пойти попробовать у миши и ноны рубили мясо там стоял такой этот как назвать деревяшка вот это вот на ней просто натурально рубили мясо и он там готовил да и мне кстати фильм рассказывал что когда он приехал в лос-анджелес первый раз и значит и пошел в русский магазин что-то прикупить там друзей угостить и там стояла женщина спиной рубила мясо и когда он до колокольчик свякнул что он вошел она к нему повернулась вытерла руки он кровавый фартук и сказала ему вот дуэ вонт деточка мамочка да вот дуэ вонт мамочка короче русский магазин друзья это нечто и когда денег нет люди обычно берут черный хлеб и и силе друзья черный хлеб и селёдочку сейчас конечно ассортимент расширился но вот вы чувствовали когда приехали это когда было вот я в декабре 90 а я 1 марта 91 вот мы примерно там с разницей в три месяца приехали вы чувствовали нехватку чего-то вот какой-то ностальгию что-то такое вот там конфеты мишка я не знаю там белочка честно говоря может быть уже и не помню но в принципе у меня был такой шок не что мне было не до конфет работ не было никаких так это же было после землетрясения я вообще не представляла что будет дальше я ходила по магазинам языка мне не было а лет вам было что нибудь там 45 до 43 я ходила я выучила той нет ходила из магазина в магазин и нигде моя help было не нужно тогда было мало работы много много очень много и мне казалось что жизнь у меня будет всегда такой у меня был безумный страх а как сейчас люди приезжают и и всюду требуется да я иду и думаю честно я захожу туда даже в этом холл холл фуде у них бывают просто дни когда они показывают тебе где за где за плавица и как найти я не себя зазывают и они пишут даже что они чуть-чуть дают больше денег чем другие магазины это и какой у них там потом диска ну вообще-то самое страшное когда есть когда работа уже находишься уже можешь дышать хорошо вот сейчас в вашей жизни русский магазин какое значение очень сказать по честности никакого я еду в магазин потому что ко мне придут дети я думаю и гости я думаю что там сестра твоя родная что может быть я там что-то куплю такое так обычно я не знаю как ваши дети но мои дети мои внуки вообще ничего не едят с русского магазина поэтому я ну что-то должна приготовить что ближе к американскому всему чему они привыкли и только может быть знаете начинается мы же уже не все не не такие молодые мало того что нам все-таки дороговато ну там холестерольная все очень сильно соленая и так далее то есть то что вот любят туда то что любят под водочку как вы нам покупали всегда это мясо с сальцем да ну и как мы скидали корей который тоже корейкой называлась в наше время сейчас праведную жизнь же вы начали вести поэтому мы рядом с вами тоже как-то глядя на мое лицо друзья и со с ней сравнивая с тем что было вы можете легко понять что я давно не был в русском магазине вот еда за чаем едем мы за чаем основная причина сегодня было но у нас вот офисная нужда это чай но вот вы чай где берете для дома вы знаете честно говоря в трейдер джо а какой вы берете чай а там разные чей я беру такие всякие гурманы и потому что я пью воду с лимонами мужу своему я не даю поэтому это все для гостей поэтому если я покупаю то есть замечательные американские чай обалденные обалденные но мы берем для офиса анечка что вы берем скажи так погромче чтобы я не помню царь какой-то царь мы берем агбар да да это чисто русская акбар очень хороший мы еще берем это смородиновый такие большие пачки вот да он очень вкусный потому что клана так чувствуется смородина для студентов мы берем в куска и даже по моему выписываем по почте да сейчас можно по почте там приносит бесплатная доставка и там такие большие коробки липман хороший липтон 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 это врач это хорошая как будто краску в стакане по болтану краще когда нам присылали это было такое кстати в россии липтон был совсем другой вкуснее да ну что делать значит короче студентов лежит а сотрудники они у нас эстет и они там кофеек такой деликатненький у нас есть машинка мы делаем и и гости когда значит менеджеры приходит нас есть красивая посуда мы в красивой посуде кофеек фарфор все дела нам все время торты приносят те кто работу находит мы дать менеджером там кому тортик кому бутылочку там с собой уже сами выпить не будем так что с нами с нами удобно иметь дело там у нас у нас всегда было с собой знаете что был очень вдохновляющий момент в середине 90-х вот я помню когда во первых стало много русских магазинов во вторых у них расширился кардинально ассортимент за счет того что стали привозить с отечества потому что раньше русские магазины приличные такие мощные были либо в нью-йорке либо в лос-анджелесе и сейчас там и сейчас безусловно и там хорошее производство свое понимаете там делают конфеты там делают торты и даже вот сейчас вот можно зайти в любой абсолютно магазин там будет продаваться кефир и вот это иммигранты по украины они в 86 году они начали в подвале у себя делать кефир а сейчас все америка продает они там свыше ста сортов там этих всех дел уже кефир знают все вот поэтому такая вот интересная стала ситуация и вдруг пошли конфеты по моему поначалу это все пошло с украины чтобы дешевле и сейчас подешевле вот но чтобы допустим киевский торт мороженый прямо с украины на тебе бах стоит вот его вынимаешь там разморозила и отлично естся это же ностальгическое для многих из нас на эти киевский торт купить в одессе как было с киевскими тортами софия их не было их на блеске выразить все-таки ну правильно в москве тоже из киева но но как бы это было лакомством они были очень вкусно сейчас они кладут много крема поменьше там орехов мне кажется они были такие а скажите ребятам вот что было в одессе лакомством зачем люди убивались там нет советское время крабы раки консервированные да они тоже ловили там где-то раки ловили так и скумбрия это было сумасшедшая которую вылавливали живую живую и жар жареная и сальма на зоне она неповторима и камбала вот это дождите это шо это дефицит конечно что камбала это бы быть икра может быть шпроты может быть сайра может быть это же все вы спрашиваете что одессе типично это же она же на черном море поэтому а бычок я извиняюсь бычок вот я говорю камба бычок и скумбрия понял друзья вы видите что в одессе ничего такого не было чтобы вам сильно хотелось съесть прямо сейчас абсолютно вот да в москве были те дефициты которые нам всем понятны значит там икра муженинка сетринка там семга я не знаю там вот все эти дела так что на чем мы с вами временно расстаёмся мы идем в магазин вот он друзья со слоном я как-то раз нашим студенткам показал пачку статч махалом они они почти заплакают и из индии на студентки вот он русский магазин с чаями ну тут кстати нас тоже много нерусских чаев продаваться всяких акбар он самый нормальный ахмат а где акбар который мы взяли а там есть подальше да акбар будет вот здесь вот акбар мы берем акбар а рассыпной мы берем никакой рассыпной мы берем железные банки так мы еще взяли митку потому что у нас некоторые в офисе пьют чай с медом ну что софия нашли ли вы то что душа просит пельмени вот казалось бы там где русский чек там пельмени и раньше пельмени люди готовили на домах и продавались и нужно было куда-то к ним ходить тебя через магазин продавались а сейчас уже коммерческие исполнилось мы видим процесс друзья уточнение ассортимента это саша вообще с ручкой помашет он у нас часто бывает на экранах это человек который делает чужбину отечеством вот я высоко с высоким стилем сказал он там торты смотри какие торты и когда я не был когда я не был на диете друзья я часто заглядывал вот сюда очень люблю эти сырки дату они откуда прибалтийский прибалтийский откуда то есть прибалтийский вкусные сырки невероятно в наше время они назывались или типа этого были как они за глазированные до сырок глазированный да и вот 15 копеек стоил сырок еще трудно было купить надо было с утра прибежать в молочный магазин и вот там был шанс приобрести . я вам говорил правда вот селедочка селедки кричи много белорусская вот достать на морской державой стала рекорд праздную сосиски очень много чего есть на то и конечно сейчас времена резко резко отличаются от тех что были вот когда-то так а смотри мороженое может быть вы узнаете какие-то бренды которые у вас там рядом в магазинах продаются и скажете вот я живу реально как в америке могу пойти купить такое же мороженое слушайте тут доска объявлений смотрите много много объявлений тут детские студии куплю продам требуются воспитатели в садике много много всего нужны нужны установщики просто установщики для там вентиляционных кондиционерных систем вот пожалуйста можете записать телефончик и позвонить если вам интересно так объявление о работе так конфет видеть как их такими мешочками это видимо фабричная упаковка бабаевская белочка фабрика его не бабаева была такая москве сейчас не знаю может он революционер такой был ее переименовали красный октябрь до напоминает подойдет и шапочки красная шапочка красная шапочка маска и excuse my french и называется это шапа уж красная шапочка шапа уж тут так вот конфетки за наши конфетки да да мак маска вся нас так маска даже 350 помню в 360 сколько на 100 батончики это батончики вот эти пятерку я тоже но они когда-то они соевые были такие совершенно но но они казались очень ничего да а вот цитрон это любимая конфета моей жены она такая простенькая но света жила в киеве там цитронов не было и когда она поехала в москву на первый раз попробовала цитрон и с тех пор это стало ее любимой конфеты лимонная вот такие друзья не затеяли вы были радости у нас советской жизни не было импортного ничего такого съесть так что вот так мы и жили чурить больше всего берут скажите вот что такое ну есть что то такое что вот за душу вот берет наши наших соотечественников все особенно евреев берет сало это понятно это понятно есть такой знаете анекдот как ну там какой-то браток там ну пришлось ему уехать из россии короче браток уехал из россии и живет нью-йорке и там соответственно живет нью-йорке и приехал какой-то другой там браток и сидят там выпивают закусывать в ресторане и тот который приехал должен выпивший басик ну неужели ведь не жили пути ностальгии нет вас по родине по березкам тот говорит а чё еврей что поэтому сало ну конечно а кто будет да я вот там у вас раньше там очень хорошее очень а